МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Христос воскресе! Дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий декан Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях председатель отдела по миссионерской и молодежной работе Гачинской епархии, сотрудник Апологетического центра «Ставрос» и клирик собора Покрова Пресвятой Богородицы в Гачине Ирей Николай Святченко. Здравствуйте, батюшка! Добрый вечер! Прошу вас, благословите наших телезрителей на начало. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, да пребудет со всеми нами. Спасибо, Господи, батюшка! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – миссионерское служение на приходе. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы, пожалуйста. Батюшка, ну когда мы говорим о миссионерском служении, что мы подразумеваем под миссией? Под миссией мы, прежде всего, всегда подразумеваем служение. Служение, которое всегда было с Церквью Христовой, как бы непосредственной ее сущностью, непосредственным выражением ее в мире. Служение, которое проявляется, в частности, в проповедании Евангелия Христова, в проповедании, вот, прежде всего, воскресения Его, и того, что человек может стать новым творением в Господе, может быть уже теперь жителем Града Божия. Вот, и те вот ступени восхождения, которые необходимы для того, чтобы взойти по лестнице в этот Град Божий. Батюшка, ну, насколько я понимаю, еще до революции сложилась такая традиция, что миссионерский отдел, он занимался борьбой с сектами, с хересами и с подобными образованиями. Почему так получилось, и не противоречит ли это вот именно той миссии, о которой Вы сказали? Ну, я думаю, что здесь вот необходимо сделать одно дополнение касательно того, что миссия, как выход Церкви самой себя и выражение Евангелия Христова вне себя, то есть миру, находящемуся во внешней, так скажем, сфере. Вот это выражение, эта миссия, это служение, оно многопланово. И в том числе оно проявляется в так называемой антисектантской деятельности, то есть обращение внимания на тех людей, которых очень жалко, конечно, которые часто являются людьми искренними, но они вот заблудились, они попали в результате тех или иных причин в секты, в образование какие-то оккультного характера или околорелигиозного, потому что секты, как они бывают чисто христианского происхождения, так и вне христианского, религиозного происхождения, бывают секты даже экономического характера. Но здесь вот первоначально в такой служении антисектантском обращается внимание прежде всего на то, что любить человека, пытаться к нему подходить именно с любовью христианской, заботясь о нем, а не так, как вот иногда бывает в проявлении некоторых, когда какая-то выражается агрессия в отношении сектанта, например, как носителя, и эта агрессия проявляется в каких-то грубых выражениях или действиях в отношении сектанта, и тогда здесь уже навсегда бывает такой человек потерян для церкви, для православной Христовой, и это приносит, конечно, большую скорбь. А так вот миссия как служение, как выражение Евангелия Христова, она, опять же повторюсь, она многоплановая. То есть бывает миссия внутриприходская, бывает миссия внеприходская. Вот, и еще как бы внутри себя, внутри каждого из этих ответвлений, так скажем, таких подразделений существенных, она еще там дробится на очень многие-многие-многие направления. Батюшка, но если говорить о приходской жизни, катехизация и миссия – это синонимы или нет? С одной стороны, можно сказать о том, что катехизация относится к образовательному такому аспекту выражения прихода себя и принятию новых членов в состав общины православной, христианской. Но с другой стороны, вот в попечении миссионерского служения также и находится и катехизаторская работа. В том смысле, что миссия в катехизаторской работе проявляется поскольку человек, который катехизирует, он должен быть максимально для людей открыт и искренен. То есть он должен не просто по каким-то шаблонам, например, по которым человек получает, например, духовное образование в семинаре, мы учимся вот уже конкретно, берем какие-то традиционные, проверенные иногда веками учебники, да, какие-то тексты, и получаем знания, уже иногда заучивая их, ну, чаще всего понимая самые существенные элементы. Но вместе с этим точно так же людям, которые приходят только в церковь, вот, и хотят быть крестными, например, или креститься сами, им же таким же догматическим, как бы сугубо богословским языком просто нельзя преподносить вот информацию эту о Боге, вообще о жизни христианской, потому что люди сейчас, в основном, живущие в современном мире, они имеют много различных стереотипов, они полностью бывают зависимы от этих стереотипов различных, и от методик, которыми они привыкли получать информацию. Поэтому, как минимум, в катехизации должен присутствовать миссионерский аспект. Тот, чтобы катехизация проходила в форме диалога, она была, ну, очень тщательно продуманная, интересная, вот. Это, конечно, тоже особое искусство, которым занимается вот отдел религиозного образования. Катехизация подготавливает катехизаторов. И здесь вот этот стык между отделом образования и миссионерским отделом, он часто является общим. На этом фоне очень много консультаций проходит, каких-то совместных вырабатывается решений, методик преподнесения будущим катехизаторам. Вот тех самых способов и методик для выражения тех знаний, которые должны получить новоначально. Или вот те, кто собирается креститься, или стать крестными, например. Батюшка, а можете ли Вы привести какие-то практические рекомендации по организации миссионерского служения на приходе? Вот с чего начать, и как оно должно выглядеть? Ну, здесь самое, конечно, существенное, что должен каждый человек, находящийся в православной церкви, иметь в виду то, что церковь – это прежде всего семья должна быть. Семья, в которой человек рождается, принимает крещение, например. Затем он начинает проходить несколько возрастов духовных. И вот как в семье должна быть не только богослужебная жизнь, литургическая, эфористическая, которая, безусловно, является основой жизни всей общины христианской, но должна быть и вне богослужебной жизни. То, что называется часто литургия, после литургии. И эта вне богослужебная жизнь, она подразумевает вот жизнь общинную, когда люди на приходе знают друг друга, общаются между собой, когда есть общий духовник, это священник, настоятель, например. Когда есть общие собрания, не только по каким-то административным и хозяйственным делам прихода, но и по делам образовательным, по делам просто знакомства друг с другом, общения. И вот как выражение этой общины в том числе должна быть и миссионерская деятельность, которая чаще всего в последнее время всегда инициируется синодальным отделом, сейчас миссионерским, русской православной церкви, чтобы была выделена так называемая миссионерская группа или миссионерское служение, то есть чтобы духовник, общины, священник, например, настоятель выделял активных людей из общины приходской, образованных людей, а таких сейчас становится все больше и больше, которые получают духовное образование. Иногда проходят курсы какие-то, организованная епархия, или самостоятельно многие, например, становятся образованными в результате того, что читают какие-то фундаментальные труды богословские и исторические, литургические. И эти люди, они вот пылают, можно сказать, они хотят донести вот эту благую весть до тех, кто еще вне церкви. Вот этих людей необходимо настоятелю или такому духовнику общины выделять, вместе собирать уже отдельно и дальше вести, так вот наставлять по-духовнически вместе. Ну, конечно, какая-то должна быть совместная молитва. Такие молитвы сейчас есть, молитва миссионера так называемая. И должно дальше развиваться, должна развиваться дальше деятельность по принципу вначале внутриприходской миссии. То, когда вот эта миссионерская группа, она в первую очередь себя выражает в формате консультации на приходе. По этому поводу сейчас тоже очень много пишется и говорится о том, что необходима консультация приходская. И как раз-таки консультацией в идеале должны были бы заниматься вот эти активисты из молодежи, из общины приходской. Чаще всего здесь, вот я чуть не оговорился, но чаще всего это молодые люди. Как раз-таки они больше, они, во-первых, чаще всего свободны, больше у них, ну, больше времени свободного, особенно если они не семейные. И вот они готовы свое свободное время, время, которое можно было бы потратить на досуг, они выделяют на миссионерскую деятельность. Вот здесь первое, что необходимо сделать, это направить ее в формат внутриприходской деятельности. То есть это консультация. В какие-то, как минимум, большие праздники, двунадесятые праздники, особенно те праздники, которые любят люди малоцерковные, посещать храмы. Это Пасха, крещение, это Троица, например. То есть когда что-то можно получить, там принести, например, творожную массу, принести яйца и их посвятить и забрать домой, значит. Или можно на крещение тоже в водичку святую обратно отнести домой. То есть или на Троицу, когда также освещаются букеты, какие-то растительности зеленые. Тогда малоцерковным людям это очень нравится, именно с позиции того, что можно что-то взять и принести домой. Это как некий для них знак существенный. И, конечно, это замечательно. Это то, что находится в традиции Православной Церкви, в том числе освящение, благословение всех этих приношений. Но вместе с этим, с миссионерской позиции, приход должен вот эти дни особые, такой активности, малоцерковных людей и чаще всего неверующих людей, кстати говоря, потому что мы не раз проводили специальные опросы, в кого же, ну, там, приходя в большие храмы или соборы и спрашивали, интересовались, там, эти ответы все выписывали, в кого люди верят, да, например. Там оказывались какие-то подчас чудовищные результаты, что воскресенье из мертвых, например, около 70% даже не слышал и не знает, и, соответственно, веры не имеет. Ну, и так далее. Сейчас я, если буду перечислять, это будет печальная статистика, но вот как раз таки вот с этими людьми, приходящими в такие вот большие праздники, для которых является это часть такой, ну, скажем, народной жизни уже, прийти в храм, в большой праздник и что-то осветить с собой принесенное, мы должны обязательно использовать, мы должны, ну, каким образом это используется. Вот как раз заранее подготовленные люди, активисты из общины, у них должны быть листовки, либо листы, ну, листки, так называемые, в которых должно быть какой-то минимум информации, например, о сути праздника, но написанной очень доступным, ясным, интересным языком. Также должна быть информация о деятельности прихода, об этом часто тоже многие даже не подозревают. А многие же храмы ведут сейчас, социальную деятельность какую-то, помогают семьям, попавшим в трудную ситуацию, социальной работой какой-то занимаются. И вот людей приглашать на такое, например, соучастие, ты не готов еще пойти на исповедь, да, например, как бы, ну, к человеку обращаются, ты не готов начать вести духовную жизнь, но ты можешь начать проявлять свое добро вот в таком формате. И, знаете, люди, ну, реагируют. То есть, вот, ну, приглашение вот на такие инициативы социальные, приглашение на какие-то кружки, например, по изучению Библии, вот, изучению, например, церковного устава или литургии, тоже люди, как показывает практика, к этому стремятся и подчас хотят что-то узнать, ну, негде это сделать. Либо даже, вот, элементарно приглашение на группу по изучению основ веры православной. Телефоны должны быть соответствующие всех ответственных за эту деятельность. Четко, ясно, такое вот, ну, расписание этих вот мероприятий. И, то есть, это имеет всегда большой такой эффект. Понятно, не каждый обращается тут же и приходит в эти какие-то приходские инициативы начинает в них участвовать. Ну, по крайней мере, какой-то процент обязательно перезванивает, дальше начинает как-то подтягиваться к этой деятельности. А многим людям западает в память о том, что быть православным это вот не только прийти три раза в год в храм для получения какой-то энергетики, как некоторые считают. А вот и можно и нужно даже, если в этой листовке все так грамотно расписать и участвовать как христианин в жизни общественной вот в таких, например, началах. Это вот так называемая внутри приходская миссия. Потом консультация возможно также и в какие-то дни выходные, там, субботы, воскресенья, когда тоже есть приходы, особенно большие соборы, которые посещаются подчас группами туристическими различными. Приходят многие люди просто первый раз и последний, к сожалению, поставить свечку в храм, помолиться. Вот также деятельность этой группы миссионерской должна здесь проявляться. Должны вестись, как-то сказать, обсуждения каких-то существенных вопросов с работниками храма, со свечницами, например, уборщицами, которые тоже подчас становятся первыми вот теми миссионерами, так скажем, иногда творящими совершенно обратное своей сути заведомой. Когда люди приходят, например, первый раз помолиться, например, поставить свечку, но вот человек пришел без юбки, например, без платка, иногда какая-то внешняя оппозиция тому, чтобы человек был просто отторгнут, выгнан из храма, она приносит непоправимый подчас урон, но может показаться, ну что здесь такого, человек должен был потрудиться, например, позаботиться, заранее одеть платочек, юбку, но если вот такой момент, а подчас люди именно приходят первый раз в храм, мотивированные какими-то судьбоносными происшествиями в их жизни, и вот человек пришел помолиться, ну он не думал о том, что даже он зайдет, или не предположил, забыл, но здесь наоборот бы оказать любовь и проявить ее и к человеку понимание, вот, а такое исторжение из храма, оно служит потом вот тому, что люди эти спустя какое-то время и познакомившись уже с проповедниками сектантскими, они становятся адептами сект, и они потом об этом вспоминают еще много-много раз, что они как-то заходили в храм православный, их с позором выгнали, просто выкинули практически, и как бы здесь вот тоже должно быть общение как и настоятели, так вот, и этой миссионерской группы с теми вот работниками приходскими, чтобы они понимали свое тоже высокослужение, на котором они находятся, не только как предстояние вот перед Богом в таком качестве, в качестве уборщика, да, там, или уборщицы, или работника за свечной лавки, но и в качестве того, кто вот, возможно, с людьми первый и последний раз заговаривает о Боге, и как это важно, и вот, и как это серьезно. Это вот то, что относится к внутри приходской миссии. Еще, кстати, к этому же добавлю, то, что, безусловно, любые проявления деятельности общины приходской, такие как организация клубов, семейных клубов, подросткового клуба, молодежного клуба, детского клуба, например, или кружков, любых творческих кружков или вот таких общин, которые, ну, просто какую-то группу людей аккумулируют, либо какую-то часть интеллигенции, например, или какую-то, или там, например, даже спортивное направление какое-то берет под собой, то есть, занимается разными видами спорта иногда. Сейчас вот на приходах Санкт-Петербургской Метрополии, мы знаем, даже организуются турниры межприходские футбольных команд. Это вот все так называемая миссия, то есть, миссионерство, но оно так, оно опосредованное, то есть, многие люди не готовы к миссии напрямую, когда мы выходим на улицах, хотя это тоже делается, и напрямую с кем-то заговариваешь о Боге. Почти всегда такое отторжение присутствует, но когда миссия как бы включена в культуру какую-то образующую структуру, например, через тот же кружок или клуб внутри приходской, то как раз таки эти вот созидательные такие сотворческие единицы, они служат тому, что многие люди в первый раз там встречают священника, в первый раз слышат о Боге, то есть, для них с одной стороны нету напряжения для вот светского человека, только-только попавшего как бы в ореол церкви, его еще никто как бы не тянет, чего люди боятся чаще всего, никто не тащит на исповедь его так вот за шкирку, и значит, и никто не собирается его вести на пылающий огонь инквизиции, тоже как некоторые люди себе по-разному представляют эти моменты, а вот собираются радостные люди, да, там, вместе какие-то дела организовывают, вместе поют песни, или там, пьют чай даже, для многих, для очень многих, как показывает опыт, именно такая вот миссия, именно приходского характера, внутри проходская, она и служит плацдармом для начала духовной жизни вообще, и для знакомства с православным человеком, потому что, опять же, один из стереотипов внешних людей, что православие, это вот те некоторые как бы элементы, ну, как-то можно сказать, те сюжеты, которые СМИ некоторые пытаются, вот, создавая некий образ о церкви, декларировать, вот, и поэтому у людей формируется неправильное отношение к церкви, и они не видят личности, они не видят тех людей, которые жертвуют собой подчас, каждый день, просто принося, ну, все на алтарь, так скажем, из-за той любви, которая у них есть к Богу, и вот таких людей можно встретить, вот, как раз-таки в этих кружках, клубах, объединениях верующих людей, простых и очень активных, имеющих твердую жизненную позицию, чего часто современному человеку не хватает. Батюшка, вы знаете, вы сейчас задали очень высокую планку для приходской жизни, и, конечно, кажется, что даже в ближайшие годы она невыполнима для, может быть, основного большинства наших храмов, но мы сейчас говорили только о внутреприходской жизни, о миссии, но программа максимум это выйти за рамки храма и пойти как-то в народ, каким образом? Ну да, то, что вот сейчас я упомянул так только вкратце, по верхам, так скажем, это касалось внутриприходской миссии, миссия внешняя, она представляет, конечно, собой еще более сложное служение, потому что здесь уже христианин выходит за рамки церкви, то есть он выходит за ограду церковную, он оказывается, можно сказать, на вражеской территории, то есть одно дело, когда ты общаешься в храме и приходят люди, благорасположенные уже заранее, даже взять святой воды на крещение, и они будут выражать какое-то молчаливое согласие с тем, кто к нему подошел и что-то хочет подарить или пообщаться, то уже такого радушия ожидать вне прихода, конечно, не стоит. То есть там территория очень такая, скажем, сплоченная в этом смысле, сплоченная в отношении какого-то посягательства на личность, а именно так люди воспринимают миссионерцев внешне, то, когда пытаются, ну, как говорят, опять же, здесь некоторые пытаются эти церковники проникнуть во все сферы жизни человека. Хотя при этом они лгут, потому что церковь это же не нечто, я не знаю, находящееся вне вот нашей страны и вне нашей планеты вообще, и то, что должно замкнуться само на себе. Нет, как раз-таки церковь себя и обнаруживает в выражении вот Евангелия Христова, его приглашение в Царство Небесное посредством жертвы, которую принес он сам ради нашего спасения, она и обнаруживает вовне, вот, в своей миссии такой внешней. И здесь имеется, опять же, несколько путей. Ватюшка, а позвольте я вас прерву вот на этом моменте, мы к нему вернемся, просто у нас есть звонок, чтобы наша телезрительница нас не слишком долго ждала. Раба Божия Виктория из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно очень слушаем. Здравствуйте, я хочу задать вопрос по поводу общения детей с нехристианами, с детьми нехристианами, со взрослыми. Насколько это, ну, как бы, может навредить душе ребенка? Спасибо большое за вопрос. То есть, вопрос был о том, чтобы можно ли допускать христианин, например, и надо ли ему общаться с нехристианами? Да, 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 то есть, не навредит ли это ему его христианской душе? Ну, частая проблема, отдали ребенка в садик, он приходит, приносит оттуда нецензурные слова и прочее. Но, Екатерина, да, Виктория. Виктория, да, зовут телезрительницу. Значит, здесь, ну, как вот, обращаясь и к Виктории, так и ко всем, наверное, кого занимает этот вопрос, нам очень важно, нам, имею в виду, родителям, которые, вроде бы, пытаются жить церковной жизнью, важно понять о том, что христианская, православная жизнь, она должна не только заключаться опять же, в приходе в храм и участие в богослужении, но это должно и дома проявляться, должно проявляться в каких-то домашних вот тех или иных инициативах, как минимум, должны быть обсуждения вместе с ребенком каких-то, ну, глубинных мировоззренческих вопросов, понятно, на его уровне, если это совсем маленький ребенок, там, 5-6-7-летний, можно уже с такого возраста начинать с детьми общаться, то есть, должно быть, вот мы всегда советуем какое-то совместное чтение детской Библии, например, потом обсуждение ее в семейном кругу, вот, можно делать это в формате молитвы, там, вечерний и утренний, как-то специально для детей сократить эти молитвы, но проводить их вместе, семейно, и потом, там, отец семейства, если таковое имеется, если нет, то мать, то, соответственно, должна, например, после чтения, там, Евангелия, какого-то короткого стиха, вот, объяснять детишкам, что это значит на их уровне, и это такое очень сильное, поверьте, подчас очень мощное, скажем, ну, такой воспитательный аспект, который проявляется в семье духовной, который часто люди вообще его не замечают и не отмечают, и думают о том, что родители часто думают, ну, я хожу в храм, там, я верую в Бога, ну, вот, ребенок должен сам будет как-то образовываться, или воскресная школа должна его образовать, действительно, в воскресную школу, если есть возможность, лучше ребенка, конечно, водить, но вместе с этим, самому помнить, о том, что ты Богом поставленный родитель, не только как некий биологический там, воспроизводитель данных людей новых, да, там, мальчиков или девочек, а ты, и в том числе родитель с большой буквы, должен быть как духовный руководитель, ты должен быть в семье, вот, по примеру, этих пророков ветхозаветных, Авраама, Исаака, Иакова, они были не только ведь отцами и родителями, их жены, кстати, точно такие же, но они были и пророками, и священниками, то есть они были вот духовными учителями тоже для своих детей. Если будет вот такая сплоченность духовная, если родители будут следить внимательно за детьми, за их изменениями, а сейчас к счастью появляется все больше и больше методик, которые, например, предлагают православные психологи по воспитанию детей, с этими методиками обязательно надо знакомиться, их надо пытаться в жизни тоже реализовывать, потому что вот воспитательная часть наша в отношении подрастающего поколения, она практически отсутствует, ее нет, то есть многим кажется, что должны дети вот сами как-то воспитываться или ну каким-то образом но они же получают информацию извне действительно, их невозможно посадить в какую-то оранжерею и изъять из этого мира, это надо ли тогда в какой-то монашеской общине всем жить абсолютно где-то в пустыне какой-то, например, или в каких-то пещерах, может быть, для себя сооруженных, но если мы уже живем в социуме и в обществе, уже никуда здесь не денешься, то есть и здесь вот должен с самых малых лет ребенок знать, что есть люди верующие христиане, есть неверующие, какие должны быть отношения между ними, да, например, как ему нужно реагировать на них, то есть лучше бы, чтобы ребенок был основателен в своем исповедании, это вот идеально, для этого родители должны быть основательны, родители должны быть тверды, мужественны, они должны, ну, понятно, что внешняя пропаганда сейчас, которая подчас транслируется на нас средств массовой информации, она нам, она как бы демонстрирует с одной стороны духовный вакуум, который имеется у, ну, как бы, у многих соотечественников наших, вместе с этим и ведется все-таки пропаганда насилия, порока, каких-то низменных страстей, и это объявляется свободой вместе с этим. А, например, поведение православного христианина, верующего человека, объявляется рабством, и даже вот на этом любят играть, а вот раб Божий, ты, а мы не рабы, мы свободные, например, говорят, мы люди счастливые и радостные, конечно, обманывая себя, потому что они рабы страстей, рабы своих, своих вот всех низменных качеств, они абсолютно не свободны, рабом Господа быть, это значит быть рабом любви, быть свободным, наоборот, то есть это лишь такое выражение, которое используется у нас, по-прежнему, раб Божий, тот, который вот с Господом идет вместе по жизни, и вот, чтобы они могли отстаивать свою позицию, дети уже с малых лет на их уровне, конечно, надо ими заниматься, просто так их бросать нельзя, их надо подготавливать, то есть если даже отдаем ребенка в воскресную школу, в гимназию православную, то все-таки контакт должен быть с внешним миром и с детьми, и с людьми неверующими, потому что так вот оставлять и думать, что так будет дальше продолжаться по жизни нельзя, обязательно придет какой-то момент, когда человек наткнется вот на эти испытания, тяжелое, того, что вот есть я, я вроде бы как белая ворона вот в этом мире, вот, и это вот конфликт тут возникает подчас, особенно это возникает в подростковом возрасте, поэтому вот надо сделать все возможное до подросткового возраста, до начала так называемого полового созревания, чтобы ребенок был уже готов быть подростком, ну, стать подростком и отстаивать свою веру, чтобы он видел в этом не закрепощение, не уничижение как бы его, не то, что его унижает и то, что он должен стыдливо скрывать, то, что он должен, ну, как минимум отстаивать, как минимум быть, знаете, радостен и счастлив от того, что вот он в Господе. Понятно, что будут испытания, наверное, будут какие-то искушения, возможно, какие-то в юности бывают, так скажем, проступки, но человек из-за этих проступков не должен отчаивать, совпадать в иныне, но вставать и идти дальше, как вот мы это везде встречаем в Священном Писании благословение от Господа, на это так и встречаем в святоотических рекомендациях. Не знаю, полностью я ответил на вопросы. Полный бочка. Ну, вот хотелось бы, вернувшись к теме проповеди и миссии вне прихода, задать такой вопрос сравнительный. Вот в протестантской и сектантской среде мы видим, что часто проповедники западного толка собирают целые залы в определенных городах, это все устраивается таким образом, что почти шоу. как вы считаете, вот подобное оно приемлемо, уместно в православной традиции полезно или нет? Ну, вот эти собирания сектантские вместе, это как бы для них это богослужение. То есть, если проводить такую совсем грубую аналогию, они собираются на свое богослужение, только там они в течение двух часов или трех часов пастор может проповедовать, вводя постепенно людей в состояние экстаза, потом они так скажем в кавычках ловят Духа Святого. Это их богослужение, это можно сказать их ядро, их встреч. А наша сердцевина церковная это Евхаристия, то есть мы тоже собираемся вместе, молимся, мы причащаемся телу и крови Христовой. Поэтому здесь лучше сказать наоборот, что именно секты стали пытаться походить на церковь, но только они в какой-то такой извращенности это являют. Если мы собираемся для единства в Боге, в его теле и крови, то те собираются ну опять же я повторюсь, там есть много искренних заблудших, но и там же присутствуют средства манипуляции различные гипнотические, там присутствуют вот элементы запрещенного такого влияния на личность, которое разрушает волю человеческую, человек становится просто уязвим со всех сторон, со стороны прежде всего этого проповедника, и вот это как стадо какое-то превращается в стадо, да и уже этот проповедник, пастор ведет в то, скажем, по тому пути, которое он вот себе до этого сам как-то задал, так скажем, потому что большинство сект, но что скрывать, особенно современных, так называемых тоталитарных сект, или сект нового времени, это секты, породившиеся в Соединенных Штатах, поэтому они кроме несения ложности, ложности духовной и вероучительной церковной жизни, они и настраивают, конечно, на определенное мировоззрение, на определенное ощущение, и, ну, потому что они рождены были в США, их корни там, и поэтому вот смотришь иногда, общаешься из-за миссионерских целей с пасторами различными, и у них акцент даже уже появляется какой-то голландский, то американский у кого-то, понятно, они проходят там иногда по несколько лет специальные курсы для того, чтобы они могли организовывать и держать во внимание такое количество большое людей, но вместе с этим они изменяются, их как бы вообще мироощущение, мировоззрение, их полностью понимание того, что происходит, оно меняется с нами знакомого, как бы российского, так можно сказать, в общем, на какое-то вообще другое, на искусственное подчас, и это тоже служит препятствием в общении вот с этими людьми. – Спасибо, Господи, Батюшка. Позвольте, я задам вопрос, который к нам поступил по телефону, но наш телезритель не захотел лично его задавать. Вопрос такой, Батюшка, если человек дает обет трезвости, отказа от курения, а потом его нарушает единожды или многократно, какие последствия это может нести? – Ну здесь обычно люди дают обет в каком-то либо сообществе, либо перед кем-то, то есть лучше тому человеку обратиться в то самое сообщество, то есть это либо сообщество трезвенников каких-то, и там есть свой духовник, или может это конкретный священник какой-то, может это там монах какой-то, там в монастырь часто люди приезжают, вот они расчувствуются как-нибудь и дают обет, например, и об этом сообщают священнослужителю, то есть лучше попытаться туда же приехать или прийти вот в ту организацию, где был произнесен обет, об этом рассказать, ну скорее всего он получит какую-то новую эпитемию, так скажем, и начнет, ну либо все заново, либо там продолжит, либо какие-то будут здесь имеющие спасительный характер для человека наложены такие действия, то есть самому не решать, лучше прийти к тому, с чего было начато, то есть к тому духовнику, который благословил, а если человек вообще сам, кстати, дал обет, такое, наверное, тоже возможно, там перед мощами святых, я слышал такое делают некоторые, то опять же лучше найти священника какого-то, может быть, узнать вот в той епархии, где человек находится, чтобы священник был опытный, может быть, вот в этих, в том числе, делах духовно опытные и прийти ему об этом рассказать, тот, я так полагаю, скорее всего, даст ему новое, какую-то, может быть, эпитемию особую, и человек продолжит свое трезвение или вот свое это дело дальше. Но лучше, конечно, это не бросать, потому что, понятно, лукавый хочет, чтобы мы все начатое доброе бросили, перестали этим заниматься, вот, и потом с нами стало еще хуже, чем было до этого. Спасибо, Господи, Батюшка. Но вы являетесь сотрудником еще центра Ставрос, и не могли бы вы рассказать немножко о центре и о том, какие задачи он ставит. Да, центр Ставрос, он прежде всего ставит задачи апологетического характера, апологетика, то есть защита веры православной, так если говорить простым языком. То есть Ставрос вырабатывает способы и методики современного ведения диалога с, ну, понятно, с нецерковными какими-то объединениями с нецерковной общественностью, начиная от агностиков и атеистов, ну, заканчивая сектами и неоязыческими всеми новообразованиями, которые мы наблюдаем в нашей стране. Кроме выработки, то есть кроме подготовки таких материалов, методик и способов ведения диалога или какой-то деятельности прямой, также уже не один год осуществлялось проведение организации апологетического клуба, например, дискуссионного, апологетических курсов. Апологетические курсы носят больше характер такой виртуальный, потому что многие люди к нам присоединяются с других регионов, других епархий нашей страны. Вообще апологический центр Ставрус он в себе имеет уже несколько десятков членов, сотрудников. Все эти сотрудники они, так скажем, все мы волонтеры, то есть мы все движимые именно идеей, это не какая-то структура, имеющая финансирование отдельно. И была, кстати, организована первоначально тремя мирянами и тремя священниками. Потом в 2010 году получили благословение высокопреосвященнейшего митрополита Владимира. И сейчас вот в Ставрос входит уже несколько десятков людей, в числе которых многие, в том числе известные миссионеры нашей страны и за рубежом. И вот есть курсы, как я сказал, то есть также есть конкретные люди разных возрастов, которые соучаствуют в этой деятельности самым прямым способом, уже воплощая ее. Конечно, это прежде всего деятельность в отношении сект, антисектантской деятельности, потому что она, ну, по крайней мере, в Санкт-Петербурге она кажется очень актуальна, потому что несколько десятков тысяч, например, людей находятся в секте свидетелей иеговых. Поэтому наибольший, наверное, акцент, если говорить о блоке именно сектанском, именно секта христианского толка, хотя свидетели иеговы, они не совсем христиане, хотя они себя таковыми называют, но тем не менее, вот основной акцент делается на них, потому что несколько десятков тысяч в нашем городе, представьте, людей, которые собираются каждую субботу, которые очень активны, и деятельность которых она вот ежедневна, она сейчас немножко переформатировалась, потому что раньше это были такая прямая проповедь на улицах и раздача своих журналов и листовок. Сейчас это же осталось, но только в деревнях, поселках, каких-то небольших городах, а в больших городах уже многие знают их, и журналы, в том числе, в некоторых городах запрещены сторожевая башня. И они поэтому стали более таким, ну, вероломным, что ли, способом действовать, более закрытым. Но, тем не менее, они, вот, они, их ряды увеличиваются, их ряды расширяются. Из нехристианских сект самое, наверное, популярное вот среди молодежи это кришнаизм, потому что здесь для молодых людей часто завлекательно то, что это что-то нехристианское такое, потому что христианство, особенно православие, опять же, уже промытые, что ли, так вот различной пропагандой о мракобесии православном и так далее, все, что мы, к сожалению, можем слышать сейчас на этот счет. Они не хотят иметь ничего общего значит с православием или с христианскими какими-то движениями и сектами и вот такая вот восточная такое восточное течение, как кришнаим кажется очень даже даже так вот ну располагающим для человека, потому что там интересная одежда, яркие одежды, люди особые стрижки носят, собираются вместе, живут общиной жизнью, вот, проводят целые дни и месяцы вместе, песни поют, вот, какие-то совершают так называемые паломничества там на Тибет в какие-то другие места для них святые и это очень тоже, к сожалению, многих привлекает молодых людей мы можем вот даже здесь в Санкт-Петербурге увидеть их некоторые шествия, выходные дни какие-то это их такие миссионерские акции и с ними тяжело общаться в том смысле, что должен человек общаться вот подготовленный в кришнаизме очень, ну хорошо, очень глубоко то есть чаще всего в Ставросе этим занимаются бывшие кришнаиты то есть и кстати лучший такой миссионер именно антисектанский это вот тот кто раньше был в этой секте вышел из нее и вот он не только уже познакомился с православами узнал какие-то фундаментальные вещи из богословия литургической жизни из истории но и он хорошо знаком вот с тем миром и конечно мы всячески инициируем чтобы у него не было ненависти какой-то агрессии к этой его бывшей секте потому что для многих людей их сектанское прошлое является ступенькой к жизни церковно-православной так скажем к сожалению большому то есть вот они не смогли прийти из-за атеизма или такого агностицизма к вере но через опыт вот через этот иногда через страдания которые они получили в секте они уже приобщаясь к жизни православной они ну становятся ну как бы они понимают что прошлая жизнь это тоже не просто так взять и перечеркнуть все конечно в этом человек кается но это тоже опыт и жалко тех людей которые еще там и поэтому они одни из лучших наших деятелей одни из лучших сотрудников ставроса вот бывшие сами адепты этих сект батюшка очень интересно и хотелось бы услышать еще но к сожалению время нашей программы уже подходит к концу прошу вас благословите нас на прощание ну дорогие телезрители братья и сестры всех особенно в эти торжественные пасхальные дни еще раз поздравляю с воскресением христовым желаю чтобы оно утверждалось в ваших сердцах вашей жизни вот и будем ожидать скорого светлого праздника вознесения господа нашего Иисуса Христа всем желаю мира терпения и божьего благословения спасибо господи батюшка дорогие друзья я напомню вам что с нами сегодня в гостях был председатель отдела по миссионерской и молодежной работе гачинской епархии сотрудник православного апологетического центра ставрос клирик собора покрова Пресвятой Богородицы в гачине и рей Николай Свяченко ведущий дьякон Михаил Кудрявцев всего вам доброго до новых встреч в эфире Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok